Воспитая служба информации телерадоя компании Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. У Гомсельмаша новый керавник. На гэтую пасаду узгодненный Александр Новиков. Открытие суместных вытворчастей в развитии эти сферы. С визитом у Гомеля находится посол Индии Сангита Бахадур. Великая разговора про финансы. Снега на сессии областного совета депутатов разглядели широких вопросов, которые относятся экономической и социальной сфер. А зараз об этом и иншем больше подробно. Кадровые решения президента. Дисциплина и парадок должны лежать в основе усяго. Гэта заявил президент, узгодняючи сёння празначэнне новых керавников. Зменень не закранули мясовую уладу. У приватности отбылось истотное обновленье вертыкали у Минску. Президент узгоднил керавников администрации четырёх районов столицы. Александр Лукашенко особливо подкреслив, что Минск повинен заставаться городом, зручным для людей. Особно керавнику державы сёння довялось вернуться до темы падей у Шкловским районе, где абуральная безладнасть стала подставой для отставок керавников и членов Урада. Некоторые журналисты до Гэтуль не покидают спроб перевернуть усё с ног на голову. Мауля, уразнос был показальными. Усё не так уже крытычна. Так, коров усім шкода, але яшчэ больш крыудна, коли колоссальные намаганни по развитзи сельской господарки и конкретного района разбиваются об халатнасті и обыяковасть. Канаповые крытыки и некоторые журналисты забывают, что минавито с таких не дохопов. У вынеку складается огульная нерадостная картина региона. Я вот посмотрел по следам этих разборок в Могилёве. Некоторые там начали смешать акценты. Чуть ли не Лукашенко не с той ноги встал, пришёл тут разборки устроил, разогнался. Могилёвщина плетётся в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперёд. Губернатор был последний раз в прошлом году предупреждён, что по итогам года мы посмотрим на их работу. И в том числе на руководителей республиканского звена. Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарный комплекс. И эти коровы не должны по 5-5 тысяч килограмм молока давать в год. Это тоже неплохой удой на этом комплексе. Но это не для этих коров. Ну а технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь. В навозную жижу или в сухое место, где солома свеженькая и так далее. Но это пусть расскажут тем, кто не видел корову никогда. Если корове предложить жижу, навоз или сухое место, никогда корова не ляжет в жижу. Она выберет сухое место. Она не такая глупая, как некоторые, которые там работают. Это я реагирую на то, что я уже прочитал после этих событий. И самое главное – это безответственность. Это была заброшенная ферма. Когда-то там начали строить этот комплекс. Потом бросили. Мы собрали шапкой, походили по стране, собрали деньги, построили этот комплекс. Я его контролировал, строительство. Вместо захудалой фермы. Самое породистое стадо создали. Все по технологии выстроили. Оказывается, у них соломы не хватило. А до сих пор в волках на поле солома там валяется. А большую половину запахали. Потому что не смогли собрать, не организовали людей. Вот и проблема. Отчего это? Люди не научились быть благодарными. А им просто не сказали, что это за счет всей страны вам построили комплекс. Что вам создали самые лучшие условия для того, чтобы заработать хорошую заработную плату. Для того, чтобы вы имели работу. Потому что это одно из самых глухих хозяйств в стране. В глухомане находится. Но там хорошие земли. И обратите внимание, это хозяйство, которое принадлежало вчера частнику. Значит, все мы болеем, и частники, и предприятия кооперативные, и государственные одной болезнью. Не надо молиться на частника и думать, что все ему с неба свалится, и он там порядок наведет идеальный. Должна быть повседневная, кропотливая работа. А в таких хозяйствах должна быть железная дисциплина. Поэтому я поручил главе администрации и председателю комитета госконтроля перевести на военное положение подобное хозяйство. И я не боюсь открыто об этом говорить. Это я говорю для всех вас, потому что вам придется элементы этого управления использовать на местах. Людям надо показать, рассказать, что сделать, взять за руку, отвезти на место, построить, поставить задачу, вечером спросить о результатах. Назначения отбылись сегодня так же в правоохоленных органах и дипломатичном корпусе. Узгоднены одразу некольки наместников министра транспорта и директор департамента внешнеэкономической деятельности Министерства замежных справ Беларуси. А кроме того, на позицию генерального директора Гомсельмаша узгоднены Александр Новиков. Зараз заводу необходимо будет истотно попрацовать над якостью техники. Протягиваем. Выпуск медпрепаратов, перепроцовка и упаковка харчовых товаров. Выкористание пустующих помешканий для открытия индийских вытворчастей. С двугоденным деловым визитом Гомель наведывает надзвучайный и полномоцный посол Республики Индия у Республицы Беларусь Сангита Бахадур. Сегодня она встречается со старшиной Абл-Виканкома Владимиром Дворником. Сангита Бахадур у Гомеля у Першиню. У планах визиту окреслить самые перспективные накерунки двухбакового супрацовництва, а так само наведать индийских студентов, которые учатся в медицинском университете. Что тучится планов по открытию в нашем регионе индийских вытворчастей, то у якости прикладу посол приводит в опыт работы у Гродинской области. Там для индийской фармацевтичной компании выделили нерухомость с коммуникациями, якая долгий час не была запотребованной. Заразу областным центром выпускают индийские медицинские препараты. Аналогичные предприемства можно открывать и на Гомельщине. Цекавость для супрацовництва выкликают так само сферы науки и технологии. Мы рассматриваем в Беларуси как основного поставщика калийных удобрений, но не обходим и другие сектора. Вы знаете, что Индия тоже сильна в IT-сфере, и мы хотим рассматривать Беларусь не как какого-то соперника, а как партнера. И если мы объеденимся, мы можем сделать много чего. Завтра Сангита Бахадур плануя наведать медицинский университет, а так само провести сустречу с керавництвом Гомельского отделения Беларусской гандлево-промысловой палаты. Подведение выника у минулого года и шляхи поляпшения финансового становища предприемства у ГЭТЭМ. На сегодняшней сессии областного совета депутатов разледжены широк пытаний, у которых отыщается экономичная и социальная сфера. Наши корреспонденты ознайомились с принятыми решениями. Не глядяши на пылные проблемы у экономицы, в плане выконания областного бюджета минулый год оказался не самым горшим. Доходы перевысили расходы омаль на 9 миллионов рублей. При этом в полном объеме, а часом навод с превышением запланованных показчиков, профинансованы расходы на дорожную и жильевую коммунальную господарку, адукацию, сельскохосподаршую вытворчасть. Правда, у опошних или не финансовая ситуация может быть еще лучше. На сессии областного совета принимаются решения, накерованные на реализацию указа президента номер 399. Размова идет об оздоровлении неплатежиздольных сельскохосподарших организаций. Первое – это положение, которое устанавливает порядок продажи предприятия как имущественного комплекса либо акции сельхозорганизации по конкурсу, либо путем проведения аукциона. Второе – это положение о порядке сдачи в аренду предприятия. Третье – это положение о порядке передачи в доверительное управление предприятия как имущественного комплекса либо акции сельхозорганизации. И четвертое – это положение о передаче полномочий исполнительного органа, то есть руководителя. Сгодный с положением при успеховом реализации бизнес-плану такое сельгаз-портприемство новый владельник может выкупить. Депутаты спадеются, у нас знойдуются специалисты, які смогут выправить ситуацию. Ставка на креативных людей робится и при створении молодежного совета при областном совете депутатов. Это не ноу-хау. Такие утворения на Гомельщине уже оснуют. При Гомельском городском, Жлобинском, Светлогорском и Мазырском районных советах. Выбирать его будут в некоторых этапах, начиная с районного узровня. Головная умова у кандидата повинны быть идеи реализации, яких дозволить зарабить житежий хоро региона лепшим. И как они будут влиять непосредственно на социально-экономическое развитие нашего региона. И в протяге темы выражение питания в життезабеспечения насильництва. На сегодняшней сессии областного совета депутатов подведены выники ответственного конкурса. Саразсоветов у всех узровнях и органов территориально-громадского самокерованья. Заружением дипломов и грошовых премий. Номинации, где переможцев не оказалось, на этот раз не было. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня у бизнес-центра свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» отбылась и встреча вытворцев Гомельщины с представниками одной из найбуйнейших у свете хандлевых сеток по продаже мебли и товаров для дома. Конференция собрала больше, как 60 белорусских вытворцев меблевой продукции, комплектующих и сыровины. Готатые предприемства, якость працы и обсталявания яких, дозволяя супрацовничать с потребовальной компанией. Мероприемство дало макчымастью дельникам больше доведаться про то, как су-светно-вядомая корпорация супрацовничает с вытворцами и поставщиками продукции. Что она чекает от своих поставщиков, а так само, что поставщик может чекать у замену в связи с будущими закупками и макчымастями поставок с Беларуси. Компания-соорганизатор конференции у Гомеле присутничая на белорусским рынку Амаль 20 годов. И она хотела бы не только отримуливать продукцию от наших вытворцев, алей выраблять готовый продукт на территории Беларуси. Почас мероприемства у СЭС Гомеле Ратон была представлена мини-выстава с узорами продукции компании. Мели место дискуссии и перемоги. Уже зараз есть попередняя домовленность об открытии певных вытворчастей. Мы видим очень большое количество возможностей на нашем белорусском рынке, и мы хотели бы увеличить как количество поставщиков, так и экспорт с территории Республики Беларусь, сотрудничество с белорусскими поставщиками. Мы нужны друг другу, мы заинтересованы в том, чтобы они приходили сюда к нам, создавали новое производство, новые рабочие места и экспортоориентированное производство. То есть это в основном продукция поставляется на экспорт, мы тоже в этом заинтересованы очень. А они ищут партнеров. Молодь Гомельщины не только активная, но и вельми шедрая на интересные идеи, которые потом высыпают в других регионах страны. Такое меркование выказал наместник старшины Постоянной комиссии Совета Республики, национального схода Республики Беларусь по эдукации, навыции, культуре и социальном развитии Андрей Беляков. Ого, миллион провел особистый прием граждан. Все вопросы, которые депутаты задавали люди, были социально значными. Например, молодой человек выказал пропонову, чтобы наученцы среднеспециальных установ адукации и студенты ездили в автобусах и троллейбусах бесплатно. Такие звонки до представников органов УЛАДы, однако у Андрея Беляков, не одинаковые. А тому надо ищу час вынести это на взгляд черговой сессии городского альбо областного Совета депутатов. Еще одно вопрос было от шмодзетного жихарада Убрушского района. Он мое намер при поддержке УЛАДов открыть социальный центр для молодых мать, которые по разных причинах находятся в складанных умовах жизни. Цекавились горожане и доброупорядкованием территории в новых микрорайонах. Например, как там больше худко развивалась необходимая для детей спортивная инфраструктура. Пляцовки с тренажерами, дорожки для катания на роликах, самокатах, велосипедах. У отказ прогучала слушная парада. Можно звернуться до старшины товариства уласников альбо эксплуатующую организацию с пропановой принять удел во уладкованне прилеглого до дома участка. Например, когда за державные гроши закупят необходимый инвентар, то жихары допомогут его установить, а также примут удел у других допоможных работах. В общем, жихары Гомеля вельми активно принимают удел у мероприемствах, накерованных на доброе упорядкование города. Поделился своими назираниями Андрей Беляков. Поскольку время сейчас наведения порядка, это весна, это благоустройство, я думаю, что гомельчане, как и все белорусы, очень активно включаются в эти процессы. Город всегда красивый был. Город занимает не первый год лидирующая позиция среди областных городов по благоустройству, но нет предела совершенства. Поэтому вот и сегодня мы посмотрели, появляются новые фишки какие-то, появляются новые композиции. Это тоже инициатива людей, которые вместе с властью делают город еще краше. Все должно идти во благо, все должно идти для продвижения именно вперед. И в том числе и приемы граждан – это тоже одна из форм вот этого продвижения вперед. Сегодня в Гомеле отбылся третий областный турнир по робототехнице «Робоквест». И он пройшел в рамках республиканского конкурса «Джуниор Скилз Беларусь». Все лето за звание левшего споборничали около 200 удельников во взрослые от 6 до 17 годов. Взрослые категории и номинации, инженерные задачи и домашние задания – подробязности в сюжете Евгении Кухаронак. Гомельский турнир по робототехнице растет разом со своими удельниками. С каждым годом поширается колькость, жадающих показать свои инженерные сдольности и мягчимости программирования. До турниру долучается все большая колькость партнеров. Все лето среди них – 15 предприемств, компаний, адукационных центров и громадских организаций. Мягчимыми навито тут в будущем будут спрацовать сегодняшние конкурсанты. Мы занимаемся мобильной робототехникой, готовились очень долго. Но все получилось домашнее задание, нам задали его, чтобы мы его выполнили именно у себя, ну, как можно сказать, как дома. Но мы вот его выполнили и готовы побеждать. После демонстрации домашних заданий – робототехничная олимпиада. Организаторы пообещали сдавить заданиями не только детей, а и их наставников. Однако хваливание у нас по Борницкой пляцу в цене место. Все удельники турнира выступают у командах, которые складаются с двух человек. Один из них – инженер, другой – программист. И только изладженная работа дозволяет досягать вышинь и займать место на пьедестале. Все профессионалы должны уметь работать в команде. Один поле не воин. И именно соревнования робототехники приучают ребят работать в команде. Один обязательно программист, второй – конструктор. И нужно научиться работать в тандеме. Только в тандеме побеждают ребята. Среди трех взрослых категорий – самая шматликая – малыши. Их прикладна полова от агульной колькости удельников. Такую перевагу организаторы турниру тлумачить с переходом старейших школьников от конструевания до больше серьезного программирования. Треба означать, что Гомельская область лидирует в Украине по колькости пляцовок по робототехнице и их наученцам. Тому обрать лепших с такого множества претендентов – непросто. Однако только переможцам предоставляется шанс оборонять гонор Гомельской области на республиканском споборнестве. Евгения Кухаронак, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Это и так сама иншая новинная вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Следственным комитетом закончено расследование уголовного дела по факту убийства женщины в Лельческом районе. В сентябре прошлого года муж лишил жизни жену после 30 лет совместного проживания. Обыкновенная семейная ссора супругов, проживавших под одной крышей 30 лет, привела к трагедии. События развивались в сентябре прошлого года в деревне Марковское. По выводам судебно-медицинской экспертизы, муж нанес жене не менее 35 ударов тупым предметом, в результате чего женщина умерла. Вспышка необузданного гнева, по словам обвиняемого, произошла из-за постоянных претензий со стороны супруги, сообщают в прокуратуре. Мужчина сперва схватил тяпку, затем под руку попался ухват для чугунов, удочка. Только на рассвете он обратился к соседке, которая работает фельдшером, чтобы та оказала помощь жене. Но было слишком поздно, фельдшер констатировала смерть. Уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», расследовано и передано в суд. Житель Лельческого района незаконно хранил ружье и детонаторы к авиационным боеприпасам. На предложение выдать их милиции добровольно прозвучал отказ. Запрещенные к свободному обороту опасные предметы все же были найдены, а в отношении их владельца составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело. В ходе проведения осмотра дома в деревне Исимоничи в спальне под кроватью было обнаружено гладкоствольное охотничье ружье. Рядом лежал и старый чемодан, внутри которого находились два неизвестных предмета, похожих на боеприпасы. В отношении владельца составлен административный протокол по статье 2348 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Неизвестные предметы были отданы на экспертизу специалистам Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. А не вынести заключение, согласно которому изъятое является дополнительными детонаторами, используемые в авиационных средствах поражения. Причем для производства взрыва они более чем пригодны. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. По своей глупости попал на больничную койку, плюс еще придется заплатить штраф. В Брагинском районе нетрезвый бесправник отседлав мопед смог проехать только 700 метров. Вчера около 11 часов утра 41-летний житель деревни Березки Брагинского района, управляя мопедом Хорс, выехал за деревню, где на обочине дороги опрокинулся. С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки мужчина был доставлен в районную больницу. 41-летнего водителя никогда не было водительского удостоверения. Также он управлял мопедом с признаками алкогольного опьянения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Без неожиданности лидеры с побед стартовали во втором этапе женского чемпионата Беларуси по гонболу в группе А. БНТУ «БелАЗ» разделался с Витебчанкой 38-23. Гомель на своей площадке не испытал проблем в игре против городничанки. Подопечные Тумажа Чатара победили 39-16. Самая результативная в составе хозяек Виктория Шамановская. 8 точных бросков. В субботу Гомель отправится в гости к Витебчанке. В Гродно сыграют городничанкой БНТУ «БелАЗ». Оба поединка в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Федерации гонбола Беларуси. Состоялся 22-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. В центральном матче игрового дня зафиксирована ничья. Гомельская БЧ и Оршанский Виттен разошлись миром 1-1. Голом в составе железнодорожников отметился Никита Андреевский. Для команды это взятие ворот соперника стало сотым в нынешнем чемпионате. Интересно, что пропустили гомельчане ровно в два раза меньше. 50 голов. ВРЗ ожидаемо переграл столичную территорию 4-0 и упрочил лидерство в турнирной таблице. Светлогорский ЦКК уступил Лицельмашу на своем паркете 3-4. Благодаря победе над Гродненским УВД «Динамо» столица подвинула БЧ на пятую строку. Отрыв ВРЗ от идущего вторым Виттена составляет уже 4 очка. Светлогорский ЦКК располагается на 10-м месте. До зоны плей-офф 4 балла. Большой футбол возвращается. Завтра стартует чемпионат Беларуси в высшей лиге. Игровая программа первого тура растянется на три дня. Открывает первенство матчей в Гомеле и Минске. 29 марта футбольный клуб «Минск» примет Витебск. Футбольный клуб «Гомель» ждет в гости Гродненский Неман. Игра на поле стадиона «Центральный» начнется в 20.45. Мозырская славя, вернувшаяся в элиту свой поединок первого тура, сыграет в гостях против столичного «Динамо». Матч состоится 31 марта. Начало в 14.00. Хоккейный клуб «Гомель» одержал вторую победу в турнире развития. На домашнем льду «Рыси» обыграли «Барановичи» 3-1. За гомельскую дружину забрасывали «Сусла», «Скоринов» и «Семочкин». У гостей точный бросок на счету «Буськон». После двух туров «Гомель» идет без потери и возглавляет турнирную таблицу. Сегодня «Рыси» играют с молодежкой «Ю-20». На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова